Здравствуйте, меня зовут Ирина и сегодня я снимаю видео специально для канала Мир Орхидеи Саминасю. Впереди Новый год и, конечно же, все думают, что подарить своим близким. Запоминающийся подарок, который будет радовать долгие-долгие годы. К таким подаркам как раз-таки относится орхидея. Но нужно подарить ее правильно, чтобы дома она не завяла и не пропала. Сегодня я вам расскажу, как я это делаю, именно с профессиональной точки зрения. Как подарить орхидею, чтобы она свела, росла и радовала долгие-долгие годы. Первое, что я делаю с орхидейкой, это, конечно же, нужно снять ей пакет. Потому что внутри пакета создается конденсат. И при большой влажности орхидея начинает преть и загнивать. Поэтому, чтобы орхидея задышала, упаковку нужно снять. Это первое, что нужно обязательно сделать. Именно на этом растении есть еще картонная упаковка. После того, как сняла пакет, осматриваю корневую систему. И я вижу, что здесь есть сверху сухие корни. Они очень часто бывают. Поэтому, чтобы они не портили внешний вид подарка, я их удаляю. Вот все корешочки, которые мне не нравятся. Все, которые сухие, я убираю. Также, если есть листочки, знаете, которые подсохли, они бывают в самом-самом низу. Я также их удаляю. И вот еще корешочек, который мне не нравится, сухой. Я его тоже уберу. И также я всегда дарю орхидейки кашпо. Кашпо выглядят по-разному. Обычно это бывают прозрачные кашпо разных цветов. В принципе, у них и форма достаточно разная. Есть, вы видите, такая более цилиндрическая, а есть более такая пузатенькая. Разницы нет. Главное, чтобы внутри было вот это вот возвышение, на которое и встает, собственно, растение. В таком вот своем транспортировочном магазинном горшке. Я не рекомендую пересаживать цветущие растения. Потому что они получают очень большой стресс. Стресс даже от переезда, то, что их перевозят с теплицы в магазины. В магазине вы ее приобретаете, несете ее домой. Это большой стресс. Это перепады температур. Поэтому лучше орхидею во время цветения не трогать. Она может своей силой пустить не в те русла, в которые нужно. Она и цветы сбросит, и корни сгноит. Поэтому пока орхидея цветет, выращивать ее нужно вот именно вот так вот в кашпо. Но о поливе я тоже вам расскажу. Обычно такие растения поливаются просто методом пролива. Никаких замачиваний. Потому что у новой орхидеи идет торф-стакан внутри, прям под основанием. Никакого особого вреда, если не переливать растение, этот торф-стакан не несет. Если вы не замачиваете растение, значит, можно его и не бояться. Поэтому я и говорю, что в магазинном субстрате, в магазинном грунте, вот пока орхидея находится вот в таком вот состоянии, мы просто проливаем растение. И все. Водичка наливается примерно сантиметр, и так орхидейка и растет. И таким образом еще получается своеобразный такой вот, знаете, стимулирующий эффект. Орхидея чувствует, что внизу вода, и растит корни именно вовнутрь горшочка. Там, где влажно. Естественно, просто кашпо такое не очень интересно дарить. Поэтому я хочу его украсить. Потому что орхидея так находиться может годами. И мое украшение, да, это будет также красоваться здесь еще очень-очень долго. Я пока вытащу орхидейку и украшу кашпо, чтобы выглядело более по-новогоднему. Привяжу красивую белую ленточку. Зафиксирую ее клеевым пистолетом, чтобы держалась надежно. Завяжу красивый бантик. К ленточке я добавлю веточку. Все-таки добавить Нового года сюда. Зафиксирую также на клеевой пистолет. Смотрится уже по-новогоднему, правда? Еще у меня есть шишка. Шишку тоже приклеиваю также на клеевой пистолет. Можно игрушку, можно шишку. В принципе, здесь уже полет фантазии и то, что есть дома. Все, кашпо в стиле Нового года готово. Можно туда ставить орхидейку. И так как орхидею я приобрела с просушенной корневой системой, то можно уже сделать первый полив. Для этого понадобится, конечно, литр чистой теплой водички. Я обычно добавляю антистрессовый препарат. Он необходим для того, чтобы орхидеи легче принести адаптацию. И в качестве антистрессового препарата можно взять витамины. Хорошо перемешиваем. И добавляем водичку. Все, раствор готов. Полив нужно сделать минимальный, никаких замачиваний. Особенно первый полив. Это должно быть, правда, очень аккуратно и очень минимально, чтобы орхидейка не получила дополнительного стресса. И если у вас орхидея с мокрой корневой системой, вы ее приобрели или вам подарили, то ждите, пока она просохнет. У меня корни сейчас просушены, поэтому я делаю полив. Чуть-чуть с одной стороны и чуть-чуть с другой стороны. Этого для первого полива будет абсолютно достаточно. Ну вот и все. Орхидейку можно дарить новой хозяюшке. Я думаю, она будет очень рада такому подарку. Конечно же, с рекомендациями обработать от вредителей и поливать только проливом немножечко, чтобы водички было в кашпо. И все. И орхидейка будет радовать очень-очень долго.